Диковинных фильмов. К примеру, «Веселый скелет» Так называется эта картина, снятая в 1897 году И напоминающая нам кое-что важное Когда Луи и его брат Угюст изобрели кино Они были еще молоды, любили жизнь и веселую шутку В память об этом этот кукольный фильм Который они могли бы назвать «Канкан скелета» Это не цветной фильм, а фильм, в который добавили цвет Пленка была раскрашена вручную Сам же фильм снят в Италии и называется «Танец серпантин» Луи Фуллер, основательница танца модерн В то время была на пике популярности И это исполнение посвящено американской танцовщице «Танец серпантин» был впервые исполнен Луи Фуллер в 1892 году В Бруклинском парктеатре в Нью-Йорке Этот фильм – чистая красота Перед вами один из первых шедевров «Люмьер» Он называется «Снежная битва» и был снят рядом с ливонской фабрикой «Люмьера» в погожий зимний день В нем происходит множество событий Люди вовсю веселятся, появляется новый человек, падает с велосипеда Становится мишенью для остальных, пытается уехать, забывает шляпу Темное пятно на белом снегу – еще одно доказательство Безупречные оптики синематографа Участники битвы отдаются процессу радостно и со всей душой явно выходя за рамки сценария Этот фильм, снятый Габриэлем Вейером в 1900 году во вьетнамской деревне Намо Наверное, самый красивый во всем каталоге «Люмьер» Чтобы снять этот прекрасный план, оператор поставил синематограф в кресло на носилках, на котором покидал деревню Все население провожает его, завороженно глядя на киноаппарат Целая ватага детей бежит ему вслед Одна девочка побеждает в этом забеге Камера сохранила для вечности лицо этого ребенка Ее взгляд, ее стеснительность и, наконец, радость придают этой короткой ленте невероятную эмоциональную силу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok